Всем привет, друзья! И в этом видео я озвучу 10 основных, по моему мнению, ошибок, которые допускают новички, когда начинают рисовать акварелью. А примером послужит нарисованный мною впервые портрет с кучей ошибок, которые я заметила практически сразу. Я сама новичок именно в акварели и понимаю, что мне еще очень долго учиться, но уже наступив на свои грабли, я именно на своем опыте поняла, что многие ошибки я постараюсь больше вообще не допускать. Итак, поехали! И первый пункт я разделила на два подпункта, а именно это качество бумаги и плохо удаленный карандаш в нашем наброске. Я не буду вам говорить о таких важных вещах, как наличие бумажных салфеток под рукой и о чистой вовремя помененной воде в стакане. Это элементарные вещи, которые должны знать все, а если нет, то уже точно знаете. Итак, начнем с пункта 1.1. У нас это плохая бумага. Я советую вам, прям вот очень советую, брать бумагу плотностью от 300 грамм. Особенно, если вы работаете в послойной технике. Видя, я взяла бумагу плотностью 200 грамм и уже после трех слоев она пошла волнами. И в один ряд с бумагой я оставлю плохо стертый карандаш нашего наброска. Если его плохо стереть, то неминуемо ждите грязь. Далее ошибка номер два. Она у меня опять состоит из двух подпунктов, которые тоже неразрывно связаны друг с другом. Это не давает подсохнуть предыдущему слою, если вы только не работаете в технике а-ля прима, что в переводе в один присест. И второй подпункт следует из первого. Если вы не даете высохнуть предыдущему слою, а еще если бумага плохого качества, то при попытке нанести следующий слой, наша бумага идет комками. Сам пигмент ложится неравномерно, появляются отдельные пятна грязи. И мы пытаемся все это исправить. Конечно же, начинаем тереть и получаем не очень красивую картину. Лично моя девушка из-за этой ошибки получила эффект аллергичной кожи пятнами. В общем, ребята, не затирайте картину до дыр. Третий пункт – это спешка. Если только это не техника а-ля прима в один присест или акварель по мокрому. Запаситесь терпением и не спешите, творите вдумчиво, иногда давая себе отлечься и передохнуть. Не зацикливайтесь на каком-то одном объекте. Не спеша работайте со всей композицией, давая каждому слою высохнуть. И начинайте со светлых, еле окрашенных слоев, постепенно добавляя слой за слоем, не перетемняя, как у меня, щеки. Самые темные цвета у нас – это теневые участки и детализация глаза, брови, нос, губы. В общем, акварель – это медленный релаксирующий процесс, и она не терпит спешки. Мой пункт номер четыре – это неумение начать с малого. Этот пункт ну прямо про меня. Я не умею подолго рисовать по отдельности. Сто губ, глаз, сто носов. Я хочу все и сразу. Вначале начать бы с чего-то одного, а потом от частного двигаться к общему. Ну, вот так мне показалось правильнее. И это мой имхо пункт. А мы идем далее. Ошибка номер пять – это потеря воздушности и легкости. Этот пункт смело можно отнести к спорному, так как техники разные и каждый художник ставит перед собой свою задачу. Но вот именно мне акварель нравится легкостью и воздушностью. Работы с полупрозрачными элементами, слои, состоящие из легких вуалей – это для меня пока что акварель. Если я хочу создать эффект реализма, я беру в руки карандаши. Ну, а если я хочу релакса и нежности, то акварель. Но опять же, повторюсь, этот пункт спорный и тут мнения у всех будут разные. Ну, а мы двигаемся дальше. И ошибка номер шесть – это неиспользование разных техник и приемов. Вот сижу и ругаю себя за то, что грубо, как акрилом, раскрасила губы и волосы. А могла же сработать техники по мокрому. А зачем? Могла же при нанесении слоя споласкивать кисти, аккуратно размывать границы. А зачем? Но тут еще скажу, что подвела ужасная бумага. И мы плавно переходим к пункту номер семь, а именно проблемы с водой. Эту ошибку допускают многие новички. Либо мы делаем из рисунка озера, которое убивает бумагу и его приходится салфеткой вымакивать. Или наоборот, мы набираем акварель на практически сухую кисть и начинаем рисовать ею как акрилом. Это у меня волосы и частично губы. В результате имеем испорченную волнистую бумагу, грязь и мультяшный неживой рисунок. Ошибка номер восемь – оставлять белые участки. И это тоже спорный такой пункт, но у акварелистов принято считать, что даже блики должны быть окрашены в цвет, отличный от цвета бумаги. А что вы думаете на этот счет? Ошибка номер девять и самая моя большая ошибка – я не умею вовремя остановиться. Давай-ка добавим еще слой. А вот тут еще немножечко затемним. А тут что-то мало выделили складку или тень. Так ресниц должно быть очень много. Ребята, я надеюсь, понятно, что это все сарказм. В общем, не повторяйте эту грубую ошибку. И наконец-то последняя десятая ошибка – это боязнь акварели и как следствие отсутствие практики. Да-да, вы не поверите, но я купила два набора акварели – белый ночь и роса, и около года я к ней не прикасалась. И я так об этом пожалела, вы себе не представляете. В общем, ребята, рисуйте, творите, делайте ошибки, они неминуемы. Но не отказывайте себе в таком волшебном и воздушном арт материале, как акварель. Подписывайся на мой канал О Новый Зритель, дабы не пропустить новые видео. А с вами была Творилка, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok